Привет! Здесь и сейчас о паре исторических мифов, которые отравляют наше существование, наше нынешнее существование. Говорит Москва! Голос правдый, товарищ современный РФА, будет разбить! Вообще в массах довольно странное понятие об истории, потому что люди очень часто внутри головы не могут отделить настоящую науку, историю от бреда, там, десятка идиотских сериалов на историческую тему. Ну или живут в логике, что типа, ну когда это было вообще, почему это интересно, давайте про это забудем, это не так важно. Но при этом эти же люди легко потребляют всю современную идеологию, которая обосновывает свое существование вот на этих исторических мифах. И сейчас это особенно актуально. Вона единна законна спадкоемеца Киевской Руси на дбанні здобутків наших правителів Аскольда і Діра, Вищого Олега, князя Ігоря. Поймите, ведь чем меньше вы изучаете и науку как действительно историю, а не как набор баек от ныне покойного дяденьки Задорнова, тем вот чем меньше вы изучаете, тем сильнее у вас оттопыриваются уши. Задорнов прав, вы тупые! Самый первый, самый главный миф, на котором здесь нужно остановиться, это Киевская Русь или там некая особость Киевской Руси. Зачем сейчас нужен Киеву этот миф, понятно, потому что на нем они обосновывают свою вот эту самую самость, свою особость. И больше того, не только обосновывают свое положение, но и не принижают, а положение всех остальных наследников русских княжеств. Здравствуйте, сегодня я украинский историк, расскажу вам о том, почему Московия, ну и соответственно Россия, не являются никакими наследниками Киевской Руси. Вообще Россия не является славянской страной по происхождению, но является славяноязычной. Логика здесь очень простая. Когда у нас был большой и красивый Киев, на месте нынешней Москвы еще рос лес. Но это логика уровня статусов одноклассников, потому что когда в Китае была древняя цивилизация, на месте нынешнего Киева по лесу ходил медведь. Означает ли это, что современный обычный украинец хуже современного обычного китайца? Конечно же нет. И тут отдельный вопрос, а какой гризли в этот момент ходил по лесам, на месте которых сейчас стоит Пашингтон? Так вот, фраза «Киевская Русь» в XIII веке житель тогдашнего Киева в принципе не понял бы. И не только потому, что он говорил немного на другом языке, он бы ее значения не понимал. Фраза «Киевская Русь» появляется в работах ряда историков только в первой половине XIX века. И сначала носит территориальное значение. Черниговская Русь, Владимирская Русь или Ростовская Русь. Имеется в виду Ростов-Великий, который под Ярославлем, а не который на Дону. Современные люди вообще живут в понимании легкого представления обо всем. Им не нужны сложные ответы. Им, например, очень легко и просто перенести современные понятия об устройстве государства и окружающего мира на 8-10 веков назад. И они попадаются в эту ловушку. То есть они проецируют понятие о современном государстве на IX век, например, нашей эры. Но это не работает, потому что тогда государств в нынешнем понимании не существовало. Это такие позднеплеменные, раннефеодальные или среднефеодальные образования, в которых, например, внутри вот этого образования национальность, в общем-то, не так важна. Важна, кто у тебя князь, кто тебя крышует, кто тебя защищает своей военной силой, кто твои соседи и с кем ты торгуешь. Это гораздо важнее, чем национальность и очень часто, чем даже религия. Вы меня извините, товарищ артист, но что такое? Чаих? Чаих холоп, спрашиваю? Извините, но я вас не понимаю. Он суще глупый холоп. Важно еще то, что все эти государства, ну, протогосударства, да, феодальные образования, они вообще-то маленькие. Ну, территориально они, может быть, большие, но плотность населения у нас всегда была, ну, сравнительно небольшой. Но она была меньше, чем в основном в Европе, прежде всего в Южной Европе. В Южной Европе, которая начала там тысячелетиями раньше, потому что у них вообще тепло, моря вокруг и торгуй. И вот, кстати, о торговле. То есть как появляется Киевская Русь в территориальном своем значении? Сначала из вот ряда вот этих вот образований, таких протокняжеских, протогосударственных образований возникает, поднимается Новгород, как входные ворота, да, для пути из варягов греки. А потом уже на Днепре, как некий такой контролер над этой речной торговлей, поднимается и Киев. И вот на этом вот торговом капитале он становится, ну, самым богатым, а следовательно, самым влиятельным из всех княжеств. И вот, естественно, князь, который там сидит, он самый влиятельный и очень часто контролирует и оказывает влияние на другие княжества за счет того, что это одна династия. И князей в других городах он ставит самостоятельно. Следует не забывать, что богатство прямо определяет твой военный потенциал. И если ты крышуешь торговлю, у тебя действительно очень много денег. Ну, на этом поднялось ряд европейских государств. Крышуешь термин, ну, в последнее время не очень корректный, такой немножко криминальный. Ты что, не врубайся, да? Это наша корова, и мы ее доим. Ну, скажем так, покровительствующие торговли, обеспечивающие ее. Но, тем не менее, в те времена, ну, все этим занимались, все так работало. Еще отдельного внимания здесь заслуживает вот этот вот термин, который тоже неправильно понимается. Киев, мать городов русских. Но мать городов русских людьми воспринимается как вот нечто, что родило эти города и выпистывало их. На самом деле нет, потому что мать городов – это прямой перевод греческого термина метрополис, то есть город-мать. Это просто самый большой город из вот всех вот в этих окрестностях. Вот, например, Стамбул – тоже метрополис. Но мы вряд ли можем назвать Стамбул матерью городов турецких, правда? И если в начале 19 века еще термин «Киевская Русь» носит скорее территориальное значение, то потом он начинает использоваться и как термин такой временной. Когда поднимается так называемая «Киевская Русь»? Опять же, на пути из Варяг в Греки – это примерно с 9 века, ну, по там, по 11, по 12 века, там, по первую половину 12 века. И вот этот временной промежуток, когда Киев был самым богатым и самым влиятельным, вот уже временной промежуток, не только территориальный, начинают называть «Киевской Русью», пока монголы не пришли. Как принято считать, ну, в современной, опять же, украинской идеологии, что именно монгольское нашествие и разрушило ту самую «Киевскую Русь», но это не так. Путь из Варяг в Греки начинает хереть сразу после того, постепенно замедлять развитие, а потом уже хереть сразу после того, как на Ближнем Востоке образуется королевство крестоносцев. То есть непосредственный контрагент христианского мира, западной христианской цивилизации на Ближнем Востоке, торговать через которые гораздо удобнее. Таким образом, значение вот этого торгового пути из Варяг в Греки все ослабевает и ослабевает. Денег становится все меньше и меньше. Опять же, морем торговать всегда удобнее, чем даже по речкам. И все это приводится к тому, что в 12 веке Киев еще по-прежнему считается крайне важным городом. Он считается таким очень статусным княжеским городом, но тем не менее экономически власть и политически, и военным, военная власть уже постепенно переезжает на северо-восток, в район нынешнего Владимира, Суздаля, Москвы, Ростова, Нижнего Новгорода и так далее. И вот уже в 12 веке за киевский стол, как бы сейчас это сказали, ну стол это место, где сидит князь, да, то есть за киевский стол идет постоянная грызня. Князья и маленькие князьки сменяют друг друга, ну как картинки в музыкальном клипе. Некоторые и года там не успевают покняжить. В конце концов Андрей Боголюбский, если что, Боголюбово это в нынешней Владимирской области, могущественный тогда князь Андрей Боголюбский берет киев штурман, устраивает там резню, все сжигает, и резню-то там устраивали и раньше, и погромы там устраивали раньше, но для того, чтобы взять это под свой контроль. Тогда как Боголюбский оттуда уходит, и войско свое в принципе уводит, он назначает туда князька из родственников, но сам он уходит. И это момент очень символичный, когда Киев перестает быть главным статусным городом Руси. При этом конгломерация русских княжеств-то она остается. Вот именно тогда примерно и заканчивается вот этот временной отрезок, который можно считать Киевской Русью. При этом Русь продолжает существовать с несколькими центрами влияния, но основной из них на северо-востоке, во Владимире и в Суздале. В общем, в этом разобрались. То есть термин «Киевская Русь» не носит никакой сакральности. Это действительно особый период в нашей общей истории, но он такой же особый, как призвание варягов в Новгород или возвышение северо-востока русских княжеств. Но зачем вот именно этот термин в значении некой высшей точки развития русского государства используется сейчас киевскими политиками? Опять же, для подчеркивания своей самости. То есть для разыгрывания карты национализма. Что нужно сделать для того, чтобы перезагрузить государство? Переименовать его. Собрать большинство Верховной Раде, конституционное, сказать все с завтрашнего дня. Государство называется Русь-Украина. Мы начинаем государственную программу присвоения наследия Киевской Руси. Мы являемся Русью святой, а вы там Русь подбонгольская. Поэтому разбирайтесь. Вот под этот миф людям очень удобно проталкивать их самость. Ну, скажем, у тебя в подъезде нет света. Или твои дороги последний раз ремонтировались в Советском Союзе. Но знай, что ты особенный. Ведь твоей историей была особенная Киевская Русь. Находите сходство с другими историческими мифами? Опять же, с настоящими арийцами и так далее. И в истории каждого национального движения есть такой миф, который трактуется неправильно. А под эту неправильную трактовку нынешние политики проталкивают свое понимание прекрасным. Ну, оно прекрасное для них. И здесь вылезает еще и второй миф. Это то, что северо-восточная Русь, наследники северо-восточных русских княжеств, это такие скорее монголы, чем русские. Почему? Ну, ведь, как известно, войска хана Батыя взяли Владимир, сожгли Рязань, взяли Москву и так далее. Но и этот миф, кстати, очень живучо популярен. В части того, что взяли, это не миф. Но в части того, что это монгольская история, а вот это русская, это просто миф, который не удерживает никакой критики. Ну, вот смотрите, Владимир войска хана Батыя берут зимой 1238 года. Ну, берут довольно быстро, устраивают массовую резню, многих сжигают. Впоследствии погибает и князь Владимирский. А вот к Киеву войска хана Батыя и хана Мункея доходят уже зимой 1240 года. То есть разница там в два с чем-то года. Ну, там, конец года, то есть почти в три года. Но, тем не менее, она несущественна в контексте более практически столетнего следующего монгольского ига, как мы его сейчас называем. И Киев они берут и устраивают массовую резню с выжиганием всего, включением Киева в ареал, как бы сейчас сказали, монгольской империи. Точно так же, как всего тремя годами ранее они включают в этот ареал и Владимир с Суздалем. Точно такая же схема. Более того, князья те же самые, которые назначаются во Владимир, они назначаются в Киев с одобрения Орды. То есть фактически разницы никакой. При этом монгольский гарнизон, надо понимать, в больших количествах не сидит одновременно в Киеве и во Владимире. Потому что всем и так понятно, что это такая страшная сила, что надо к ним самим ездить и договариваться. Надо самим у них просить ярлык на княжение. Более того, Киев потом становится, ну как и многие другие города, но тем не менее он становится ареной борьбы внутри вот уже расколовшегося монгольского реала. И впоследствии Киев еще раз берут, всех там вырезают и еще раз грабят. Все это доходит до того, то есть значение Киева, его состояние после очередного монгольского нашествия приводит к тому, что даже митрополит убегает из Киева, хотя он всегда там сидел. Он убегает во Владимир. То есть тогда значение Киева окончательно падает даже внутри вот этой монгольской империи. Итак, мы имеем два мифа, один побольше, другой поменьше, но которые нам сейчас активно проталкиваются, которые везде активно пиарятся. А почему? Ну, потому что все просто. Людям нужны легкие ответы. Кроме того, им неинтересно, в каком состоянии твоя корова. Гораздо интереснее, что у соседа корова сдохла. И если соседа обвинить в том, что он скорее монгол, чем мой ближайший родственник, значит, его можно вообще не слушать, значит, это расчеловечивает его. И значит, неважно уже, что в моем подъезде нет света и мои дороги не ремонтируются. Моя-то корова красивее. И политики на этом играют. Политики используют идеологию, ну, я говорю про нынешних киевских политиков, они используют эту идеологию для подчеркивания своей самости, а значит, принижения всего остального. Но опять же, давайте вернемся к коровам. Ведь если вы не будете изучать, как устроены животные, ну, в нашем случае, наука и история, то вы поверите не в корову, а в мир розовых единорогов. Но будьте внимательны, это по-прежнему корова. Думайте своей головой.